Ну и сейчас как раз вот тело, так сказать, нашего мастер-класса, это какие этапы проходят в развитии своей коммерческой команды. Здесь я вот взял Дауде, книга перемен. Все рожденное погибнет, все погибшее возродится, древность определит будущее. Любая система, которая рождается, она должна умереть. Нет вечных систем. И нет вечных команд в коммерческой компании, в коммерческой службе. Каждая команда, она рождается, проходит этап детства, то есть становится на ноги, становится активной и развивается, доходит до пика своего развития, постепенно живет в определенный период инерции, то есть растрачивает то, что она накопила, и умирает. Повторяю, не бывает вечных команд. И если вы хотите, чтобы вы управляли ситуацией, вам надо управлять процессом жизни команды. И ставить реальные цели и уместные цели, те, которые способны команду выполнить на начальных этапах и на конечных, в середине и в провалах, в кризисах, в алгоритмической фазе. То есть нужно знать, какая точка сейчас, что можно от команды требовать, и как ее можно построить, а что нельзя, в принципе, эта команда не сделает. И вот давайте пройдемся по этим этапам, но перед этим я хочу как бы общие этапов несколько. Но вот все эти этапы делятся на две большие группы. Первый тип таких этапов, да, это спокойное существование команды, спокойное существование коммерческой службы, когда все четко расписано и все ясно, что будет завтра, кому чего делать. И это может быть формализовано в каких-то там положениях, это может быть просто в системе договоренностей между собой. Но вот такая спокойная, алгоритмическая, предсказуемая ситуация в коммерческой службе. Это бывает и очень часто, да, но это очень часто кончается. А кончается это вторым типом таких этапов, это кризисы. Вот кризис это естественное состояние любой системы. Не надо убегать от кризиса. Вот кризис это продолжение алгоритма, это завершение алгоритма, когда ничего не понятно, да, вот что делать. Вот если раньше все было понятно и четко, да, сейчас у меня рынок поменялся, люди поменялись. Если раньше цены поменялись, вдруг там начинают рынки, которые никогда никого не заботились, не заботились, начинают регулироваться государством и очень жестко, да. Те рынки, на которых никогда не было вмешательств там региональных властей, и вдруг появляется какой-то региональный игрок, который завязан на администрацию, например, какой-то области и вышибают нас с рынка. То есть вот происходит кризис. Кризис того, что алгоритм нарушен, и по тому алгоритму, по которому мы жили, жить уже невозможно. Это, повторяю, это естественное нормальное состояние любой системы. Кризис надо рассматривать не как бедствие, не как то, что вот все пропало, да, эти самые, клиенты уезжают, гипс снимают, все, уже больше ничего не сделаешь в этой жизни. А надо рассматривать как точку роста. Вот любой кризис – это возможность вырасти, это возможность перейти на качественно другой этап развития моей команды и вырасти. Вот рассматривать, повторяю, кризис как точки роста, как точки качественного изменения. Так как раньше, вот прошлый алгоритм, его не будет. Будет новый алгоритм, его надо выстраивать. И вот любой жизненный цикл, он состоит как раз в алгоритмической фазе – кризис. Новый алгоритм, он тоже определенное время живет, опять кризис. И вот жить надо от алгоритма к кризису, от кризиса к алгоритму, да, и предвидеть эти кризисы, да, вы будете естественно и нормально управлять этой системой. Нельзя подгонять ее, нельзя ставить те цели, которые недостижимы. Надо понимать вот на каждом этапе, какие цели я могу поставить, какие нет, перед коммерческой службой. Ну, эти этапы тесно связаны, да, когда алгоритмическая фаза доходит до своего логического совершения, она становится абсурдной и заканчивается кризис. То есть кризис порождает новые алгоритмы, новый этап развития. Ну и вот в общем виде, как физик-физику скажу, да, жизнь любой системы носит импульсный характер. Вот стандартный как бы график импульса, в котором выделяются различные этапы. Но вот точки перелома этого графика, они и есть точки кризисов развития коммерческой службы. Но вот если сравнить с жизнью человека, человек живет тут точно по такому же импульсному принципу. То есть кризис создания – это рождение, это рождение коммерческой команды. Это моя задача, которая передо мной стоит, как перед коммерческим директором – собрать людей, которые ко мне пришли, да, которые вот должны работать в моей команде. Собрать их в новую систему. Это может быть такая ситуация, что я пришел в новую команду, да, вот они все старенькие, а я новенький. Я должен сделать так, чтобы под меня работала эта команда. Потому что команда, которая виляет, так сказать, хвостом, вернее, хвост, который виляет собакой, да, если команда управляет коммерческим директором, это очень опасно и для команды, и для коммерческого директора, и для всей компании в целом. Все-таки любой руководитель, он должен руководить командой. Команда должна подстраиваться под него. Он должен быть лидером, он должен определять цели, распределять задания, определять работы и результаты в команде, а не наоборот. Поэтому вот кризис создания. Дальше детство, вот детство идет, идет, доходим до подросткового возраста, да, вот как у человека возникает кризис достижения стабильности. Если у вас есть дети старше 12-13 лет, вы меня поймете. Тот ребенок, который еще вчера был ласковым и льстился к тебе, там, и залезал под мышку, и мурлыкал, и целовался, да, он становится таким, как ершик во все стороны иголки. Не трогай меня, у меня своя комната, у меня свой этот самый диван, я свою музыку слушаю. Уйди отсюда, я по телефону разговариваю. Это вот кризис достижения самостоятельности. Значит, команда выросла, и с ней нужно работать совершенно по-другому. Не так, как на тех этапах, когда они еще были маленькие, и когда они еще не очень понимали, что происходит в коммерческой среде. Дальше, юность, да, команда продолжает расти, продолжает совершенствоваться в своем развитии, и доходит до пика, до расцвета. Рассвета, вот человеку этот расцвет, это где-то 25-26 лет. Это пик расцвета человека как, ну, как и социальной единицы, и как биологической единицы, то есть как организма, да. А потом начинается взрослая жизнь. Вот взрослая жизнь, на самом деле, растрачивание той компетенции, той энергетики, которую мы накопили в детстве и юности. Вот мы ее растрачиваем. Это компетенция, это та энергетика, вспомните, да, энергетика команды. Это не значит, что здесь, например, там падают продажи. Наоборот, продажи могут вырасти очень сильно. За счет профессионализма, за счет отточенных технологий, за счет того, что уже нет вот этого вот юношески-жеребяческого желания, вот там он интересен, давай туда двинем. Вот здесь уже работают такие взрослые нормальные люди. Вот идет, 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 а потом раз и пожилой возраст. Вот кризис пожилого возраста, когда команда хочет чего-то сделать, а уже не может, потому что и рынок изменился, и условия изменились взаимодействия, и люди изменились, они просто стали старее. Не в физическом смысле, может быть, старее, в психологическом. Они устарели для этой работы, устарели для этого рынка. Им, может быть, надо менять либо рынок, то есть переводить их в новую команду, в новое направление, либо самих людей физически менять. Потом вот резкий такой обвал и кризис стабилизации, вот эта вот старость. Ну вот так же, повторяю, так же, как у человека жизнь идет от рождения до старости, так же и в коммерческой команде. Все происходит точно так же, но только немножко быстрее. Вот если человеческая жизнь, там, 70-90 лет, то жизнь коммерческой команды – это три года. Вот так. Плюс-минус полгода. И если команда не сумела реализовать себя за эти три года, то ее как ни стигай, как ни понукай, из нее уже ничего не выжмешь. Ее надо переформировать, нужно ставить новые задачи, нужно создавать новую систему, новую структуру, формировать новые подразделения, требовать новой компетенции, новых областей деятельности. Потому что, повторяю, цикл любой команды – это три года. Ну и давайте пошагово пойдем, значит, по этапам. Первый этап – это вот как раз рождение команды. Когда люди пришли, либо один человек пришел, коммерческий директор, да, вот и говорит, что я закончил MBA-экзекутив, да, и вот я знаю, как реорганизовать нашу коммерческую службу. Все смотрят ему в рот и говорят, да, здорово, у тебя и диплом красивый, и знаешь, что делать, давай, вперед, мы с тобой, мы тебе поможем, мы твоя команда, мы все горим энтузиазмом, давай, говори, что надо делать. И вот именно в этот момент… А кто-то говорит, не, ты что, там вам лапши на уши повесили, а на самом деле наши чугунки продавались 300 лет назад, и также будут продаваться еще ближайшие 300 лет. Да, то есть кто-то говорит, я в твоей команде, и я готов к реорганизации, готов к тому, чтобы проводить изменения и становиться членом новой команды, а кто-то говорит, нет, я не в этом. Вот меня можете использовать, но я не член команды. Это вот выбор внутренний у каждого человека. Если вы готовы терпеть таких людей, которые не в команде, это нормально. Очень часто бывает так, что… Ну вот, к примеру уже просто конкретным предприятиям, перейти, я работал прошлый год, у меня был проект, на котором я работал один, да, вот у меня не было этой самой, не было бригады консультантов, работал один. Это строительная компания, в которой всегда извечно… Ну, строительно-индустриальная, то есть они строили промышленные объекты для производственных предприятий. И вот у них всегда извечно был маленький кусочек их деятельности, который касался там планового ремонта и планового замены определенных там технических конструкций в энергетике. Ну, эти самые ставили там блоки, и вот они потом их периодически ремонтируют, эти блоки. Это не рынок, то есть он не растет и не сужается. Это деятельность, которая всегда будет. И человек, который сидит на таких проектах в коммерческой службе, он у них не член команды, абсолютно. Вот они развивают новые направления, там жилищное строительство, зарубежное строительство, строительство новой проекты. Вот там работает команда, которая реально управляется коммерческим директором этой компании. А вот есть один человек, который вне этой команды. Вот он говорит, вот не суйтесь ко мне, у меня все хорошо. Слава Богу, не надо его вот тянуть, что называется, на вожжах и говорить, нет, иди сюда, ты должен работать как все, ты должен меняться. И так, что называется, мастера меняет только порки. Бывают такие мастера, которые не входят в команду. И вам нужно понять, а нужен он вам в команде или нет. Вполне возможно, что он и не нужен. Что он работает на своем месте, и пусть работает. У него индивидуальные показатели, у него индивидуальный объем работ, который к команде не имеет никакого отношения. Обычно это бывает на таких вот, на вспомогательных направлениях в коммерческой деятельности, на вспомогательных рынках, которые не главные, не прорывные для нас, не стратегические. Сажаем человека и спокойно работают. Бог с ним. Ну вот те, кто уже собрались внутри нас, да, они, вот первое ощущение, по которому определяется, родилась команда или нет, это то, какие слова люди начинают употреблять. Чаще всего они мир делят вот на ваших и наших, да, то есть те, кто внутри и те, кто снаружи. И как только они начинают употреблять слова, что мы должны сделать вот это, да, для нас важно вот это, перед нами стоят вот такие проблемы, у нас ничего не получится. Даже такая, да, вот негативная вроде фраза, но здесь они говорят не у вас, не в этом, не в этой службы. Они говорят, у нас ничего не получится, да, они уже внутри этой команды. Скептики нужны, слава богу, что они есть. Потому что если вы будете очень много мечтать, то это тоже вредно. Должны быть люди, которые вам периодически говорят, что ничего не получится. Но они внутри. Вот если разделились на нас и вас, да, на наших и ваших, это первый показатель того, что команда есть. Это, ну вот да, вот как первый крик новорожденного. Это понимание того, что мы здесь вот собрались, и мы не просто вот случайное собрание людей, а мы уже ставим перед собой какие-то цели, и мы образуем какую-то систему. Ценностью человека в этот момент является не то, что он уже умеет, да, а то, что готов он это делать или нет, готов работать. Вот еще ничего нет, да. Вот у нас, например, компания, которая занималась всю жизнь продажей, там, например, продуктов глубокой заморозки, мясных полуфабрикатов, пельмени, хинкали, там, эти самые, и прочие манты, или манты. Вот. А вот здесь отрабатываем новое абсолютно направление, да, и под него создаем рабочую команду. И не важно, что умеешь ты продавать или не умеешь, там, замороженные, эти самые, фрукты. Это совсем другой рынок. Другое ценообразование. Другие люди этим должны заниматься, потому что и потребители тоже другие. Готов ты этим заниматься или нет, вот это и есть ценность. Научишься. Вот самое главное в это время – это учиться. Первую сделку провернул, и ты уже что-то знаешь. Вторая сделка. Смотришь, какие-то ошибки появились, да, вот ты учел эти ошибки и делаешь дальше новые ошибки. Не те же самые, а новые, другие ошибки. Вот это и есть процесс учения. Если ты готов учиться, готов падать и вставать заново, ты ценный. А если у тебя опускаются руки, ты говоришь, да ничего у нас не получится, давайте лучше опять пропельмени. Это значит, что ты опять, ты не вошел в эту команду. Значит, вот ты здесь не родной, что называется. Девиц будь таким, каким ты должен быть. Вот я уже говорил, да, что был у меня момент в моей биографии, когда мы пришли на предприятия, с которыми работал министерство, работал институт, пришли уже в качестве, так сказать, вольных консультантов. И когда вот я пришел руководителем проекта, я сам не знаю, что делать. Вот у меня такие вот общие представления есть о том, как проводить консультационный проект в компании. Но вот что конкретно делать, я не знаю. И если бы я всем своим сотрудникам сказал, ребят, я такой же, как и вы, я ничего не знаю, ничего не умею, они сказали, никого это не командир. Все, и разбежались бы. Я должен быть таким, каким я должен быть. Я надуваю щеки, я говорю, что я самое главное, я все знаю, я все умею. Главное – это уверенность, блеск в глазах, хотя поджилки, так сказать, трясутся все, и вот так еще думают, что сейчас меня выгонят отсюда. Потому что то, что я говорю, такую ерунду говорить нельзя. Тем не менее, не выгоняют, и вроде даже слушают, реализуют то, что не придумывал. И вот в этот момент, повторяю, ты должен быть не таким, каким ты реально есть. Ты маленький и слабый реально сейчас, но ты надувай щеки и будь таким, каким ты должен быть. И представляй, по крайней мере, себя таким, каким ты должен быть. Вот мы родились и входим в алгоритм. Алгоритм фазы подъема. Это фаза, сравнимая с человеческим детством. Это фаза, когда мы учимся. Вот детские психологи говорят, что до 80% навыков и информации, которые человек вообще получает в течение своей жизни, он получает до 5-летнего возраста. Вот мы больше всего учимся до 5-летнего возраста. Так же и команда наша, она учится. Основная задача команды – это учиться, совершать ошибки, исправлять ошибки, делать новые, еще исправлять, создавать систему. Вот это и есть наша задача на этом этапе. И здесь говорить о том, что мы из интернета возьмем эти самые должностные инструкции каждого члена коммерческой службы. И их внедрим – это глупо. Почему? Потому что, во-первых, это из интернета чужие инструкции. А во-вторых, все движется, все ломается. И мы сами развиваемся и ломаемся. И то, что вчера еще для нас было нормальным, сейчас уже становится неприемлемым. Если у нас вчера было подвигом совершить в месяц две сделки, то сегодня, может, в следующем месяце, например, мы должны сделать не две, а двадцать сделок. Иначе мы помрем. И все предприятие разрушится. И нам придется искать другое место работы. Я должен постоянно учиться. Я должен постоянно совершенствоваться. Постоянно совершать ошибки, повторяю, и делать новые. И здесь задачи, которые я ставлю перед своими подчиненными, в том, что если ты что-то не знаешь, у тебя есть интернет, пойди поучись на курсах, спроси у старших, спроси у тех, кто уже умеет. Но главное, учись. Если я вижу, что ты, как член команды, не развиваешься, не учишься, я тебя выгоняю. Ты мне не нужен. Ты мне не то, что не нужен, ты мне вреден. Потому что если ты не развиваешься, ты начинаешь расхолаживать всех остальных. Они тоже видят, ну смотри, вот этот вот, ничего не делают, ничему не учатся, зарплату получают такую же, как и я. А что я-то буду корячиться? И вот для того, чтобы не было таких настроений, я лучше выгоню человека, который не развивается. Я оставлю того, кто совершает ошибки, но который учится на этих ошибках. Вот он для меня ценный. А тот, который не совершает ошибок, потому что ничего не делает, и ничему не учится, вот он для меня вредный, и я повторю, я его выгоню. Моя задача не в том, чтобы было хорошо людям. Моя задача – достичь тех результатов, которые должна достичь коммерческая служба. То есть продавать. Продажи, объем продаж – это моя основная задача. Ну, алгоритм заключается в количественном росте компетенции. Цель – достичь такого уровня компетенции, который необходим для нормального, самодостаточного существования бизнеса. То есть, когда уже мне не надо следить за каждым членом команды, следить за их ростом, когда они уже сами становятся взрослыми, сами способны плавать, держаться на плаву и продавать. Продавать, продвигать, анализировать, учитывать. Ну, какая у кого специализация внутри коммерческой службы есть, чтобы они уже… не надо было у них над душой устоять. Но этого еще надо достичь. Это большой, долгий путь. И, соответственно, девиз этого пути – найди свое место в общей работе. Каждый должен найти то место, которое он должен занять. У каждого должна быть своя роль. Свой набор функций, набор компетенций. Это не только профессиональные силы функций. Это еще и информационно-коммуникативная, и личностная, и ролевая. Это я все должен найти и найти свое место. Основное приобретение этой фазы подъема в чем заключается? В том, что распределяются групповые роли. Ну вот, если взять на графики, по вертикальной оси у нас количество людей, по горизонтальной – это личная компетентность каждого члена команды. То вот распределение групповых ролей, оно пройдет так вот по кривой нормального распределения. Что это значит? Есть члены команды высококомпетентные, у которых компетенций больше, чем у остальных. Есть члены команды, у которых меньше, но и большинство членов команды это гармоничные серенки, у которых примерно средняя компетенция. Есть, повторяю, малокомпетентные, гармоничные и высококомпетентные. И еще одно основное приобретение – то, что появляется лидер в команде. Появляется человек, который за нее ведет. Не формальный, назначенный на эту должность человек, а коммерческий директор, который реально становится лидером команды. Вот вопрос такой. В какой группе будет лидер? Немалокомпетентный, понятно. Высококомпетентный или гармоничный? Вы думаете высоко, да? Гармоничный. Вот соглашусь, знаете почему? Потому что этот человек должен не порхать в небесах. Гармоничный это человек, который рвется вперед. Лидер должен не только рваться вперед, он должен всю команду вести, иначе у него вся команда растеряется. Если я по пути к заветной цели растеряю всю компетенцию всей команды, растеряю людей, если я буду рассчитывать только на высококомпетентных, то у меня очень быстро коммерческая служба разрушится. У меня некому будет выполнять нудную, неинтересную работу, потому что все будут стремиться к интересной. Поэтому я слежу за движением всей команды в целом, а не только на пике развития. Поэтому, да, лидер он появляется, абсолютно правильно, он появляется среди середняков. И его задача это удержать, гармонизировать всю команду. Этот лидер может быть на этапе роста, вот на этом этапе подъема, он может быть только авторитарным. Вот другого быть не может. Там дальше, да, и демократию можно разводить, и либералом быть. Но здесь лидер может быть только авторитарным и больше никаким. Почему? Потому что сама команда, она еще слаба. Она не достигла вот этого взрослого состояния, и ей нужно на кого-то опереться. Вот я говорю свои ощущения как руководителя конструкционной компании. Но такие же ощущения были у моих коллег, которые пришли на первый проект. И в первый же день, когда мы приехали на предприятие, предприятие сейчас очень известное, это тогда называлось МЦ-5, сейчас он называется Мебель-инсайт, это мебельное предприятие. И вот в первый же день команда 5 человек, я руководитель, и еще четверо консультантов. Первый же день все четверо ко мне пришли и сказали, Андрей, мы понимаем, что я тебя очень подвожу, что это плохо, но я уезжаю. Я не знаю, как с ними говорить, я не знаю, что делать, я не знаю вообще, я их боюсь. И, например, первая пришла у меня женщина, которая как раз руководитель консультанта по коммерческой деятельности. Я говорю, Лен, все нормально, пойдем, я знаю, что надо делать. Значит, сели с коммерческим директором в кабинете, вот сижу я, здесь она, здесь коммерческий директор. И говорит, так, первое, что нам нужно сделать, это составить план. И это были мои первые и последние слова. Потому что дальше они начали общаться, начали взаимодействовать друг с другом, и уже нашлись и общие слова, и интересы, и потом этот коммерческий, он тоже рассказывал, что он тоже жутко боялся, кто это приехал, вдруг они меня оценят, сейчас и выкинут тоже с завода. То есть вот, когда страх кончился, когда кто-то взял на себя ответственность и сказал, что я знаю, что надо делать, все люди успокоились и начали спокойно работать. Были ошибки, точно так же я с экономистом посидел, тоже сказал, план надо составить, точно так же с производственником. То есть вот, если кто-то взял на себя ответственность, это значит, что человек будет спокойно работать. На начальных этапах нельзя людям давать свободы, потому что они не будут знать, что с этой свободой идут. Как детям нельзя давать свободы. Если вы детям скажете, да смотри телевизор сколько хочешь, да читай все, что хочешь, да возьми спички, да закури, да там бутылочки налиты, хочешь попробовать, да попробуй, да? Там шприц какой-то валяется, а ты ткни себе. Вот эта вседозволенность придет к тому, что люди разрушат, и сами разрушатся, и систему всю разрушат, потому что они еще не профессионалы, они еще не знают, что надо делать. Поэтому нужен авторитарный лидер, который будет за ними следить, который наладит дисциплину, даст задания, который сам может быть в душе, он как бы тоже неуверенный в себе, и как бы неуверенный в ситуации. Но если опять, если я им скажу, что я такой же, как и вы, и тоже ошибаюсь, и не знаю, что надо делать, все разрушится. Поэтому вот я надуваю щеки, я знаю, что надо делать, я знаю, какая цель впереди, я всех вас вижу, и не дай бог, если кто что-нибудь, да? Вот эта ситуация, которая нужна людям, они еще не выросли. Потом это будет мешать, но сейчас вот на этом этапе подъема это нужно, авторитарный лидер необходим команде. Типичные характеристики авторитарного коммерческого директора – построение иерархии. То есть я для себя внутри команды уже выстраиваю, кто у меня, так сказать, подо мной, на кого я могу опереться, кто на третьем этаже, да, основные исполнители, и кто ненадежный. Вот, по крайней мере, эти три этажа я для себя выстроил. И я с каждым этажем работаю по-разному. Я и разные задания даю, и разную ответственность даю, и отслеживаю каждого по-разному. Дальше. Управление с позиции силы. В том смысле, что я не буду тебе объяснять, почему я принял то или иное решение. Я лучше повышу голос, матернусь немножечко, да, и скажу, я тебе сказал, делай, как я сказал, и все. То есть вот почему такое происходит? Да потому что я сам еще не уверен. Обычно общение с позицией силы бывает тогда, когда тот, кто проявляет агрессию и силу, да, он сам в себе, в своей позиции не уверен. Он не знает, как логично объяснить то решение, которое он принял. Он даже, может быть, не всегда, не всегда уверен в том, что решение-то правильное. Но если не принять вообще никакого решения, или развести дискуссию, опять, все развалится. Ничего не будет. Поэтому пусть мое решение будет неправильное, я добьюсь того, чтобы ты его сделал. Да, чтобы ты сделал так, как я тебе сказал. Приверженность стереотипам. Откуда это идет? Опять же, из опыта. Потому что у меня у самого, как у коммерческого директора, опыт тоже небольшой. Да, поэтому вот я, что у меня уже получилось, и как я правильно сделал, добился результата, вот я также постараюсь сделать и со всеми. Если где-то произошел сбой в алгоритме, я исправлю, но постараюсь, чтобы все сделки у меня были стандартные. Я лучше откажусь от очень привлекательного и нужного клиента в случае, если я не знаю, как с ним работать, как с ним организовать взаимодействие. Вот, например, моя компания все время работала, например, в московском регионе. Да, Москва, Московская область. И вдруг ко мне приходит, например, клиент из Краснодара. И говорит, а давайте мы у вас ваши услуги, если вы, например, монтажные работы производите, давайте мы ваши монтажные работы купим. Мы хотим построить на каком-то заводе энергосиловую станцию. Я вот так вот покручу головой и говорю, да не, ну ладно, я вам лучше адресочек дам, кто там в Краснодаре работает. Почему? Да потому что я не знаю, кто у меня поедет в Краснодар, как с ними организовывать взаимодействие, какие там вообще законы бизнеса и законы рынка в этом Краснодаре не кинут ли меня. Если я в Москве уже все подводные течения изучил, то в Краснодаре я не знаю, что со мной будет. Поэтому я говорю, ну давайте я вам адресочек дам, я откажусь от этого проекта, от этого заказа. Потому что он не стереотипичен, я не знаю, как там делать. То есть я очень осторожный и трусливый в этом отношении. Продолжение следует...